Здравствуйте, я Ордобек Дуйсен, выпускник Казнам, а нынче Казнуи 2003 года. Скрипач. Я являюсь скрипачом симфонического оркестра города Форт-Уорс и параллельно являюсь концертмейстером симфонического оркестра города Ирвинг, штат Техас. Ну, во-первых, начнем с того, что у меня родители музыканты, они преподают здесь, в Казнуи, и с детских лет я был связан с музыкой, поэтому для меня музыка была чем-то уже, с чем я рос. Я учился в 11-летке в Байситовской школе в Алмате, но в 98-м году по приглашению ректора мои родители переехали в Астану, соответственно, мы тоже переехали, и продолжил я свое обучение здесь, в Казнам на тот момент. Во времена студенчества это были, несомненно, такие продуктивные годы, несмотря на тяжелые бытовые условия, прямо таки скажем, когда и холод такой 40-градусный, и такая пыль тут летом, проживание в общежитии. В общем, все такие бытовые трудности были на тот момент, но сейчас я вспоминаю то, что был такой драйв, студенты занимались, у всех было такое чувство какой-то здоровой конкурентности, вот, ну, по крайней мере, так сказать, в моей области, скажем, в моем классе. Все готовились к конкурсам, многочисленным всяким разным поездкам, концертам. Это было очень, очень плодотворное такое время, и я, несомненно, благодарен этому времени, я благодарен моим учителям. Некоторые, к сожалению, ушли, вот, это такая, такова жизнь. Я вспоминаю с особой теплотой время учебы в казнам. Все уроки, занятия. Я здесь, конечно, хочу упомянуть и моего первого педагога, Светлану Алякваровну Абдусадыкову, профессора. Я хочу также упомянуть профессора по камерному ансамблю моего, Вячеслава Туркестаночного Узбекова, естественно, нашего ректора, моего учителя Айман Кожебековну, Усхожаеву, Раису Кожебековну. И весь профессорско-преподавательский состав, которые действительно болели тогда за всех нас, за студентов, будь то, либо это какой-то конкурс, какой-то отчетный концерт. Вот был дух созидания такого, прям был, чувствовался, вот прям в стенах стоял такой. Была такая атмосфера, вы понимаете? Я помню, когда я приходил к шести утра, и там перед тем, как здание же одно было, вернее, было два здания. Одно, вот эта школа на Темирязево детская, а основное на тот момент было Победы 65. Вот, и когда профессорско-преподавательский состав приходил, ну, уже непосредственно учить студентов, ну, так сказать, начинать свой день рабочий, вот, это, как правило, начиналось в восемь часов. Вот так вот было время, когда вот было два часа всего, с шести до восьми. Вот, и я помню также такой момент, когда было темно, была такая ночь морозная, ну, это зима в Астане, короче говоря. Вот, и была, стояла очередь из студентов на морозе. Вот, я тоже стоял в этой очереди. Но самое интересное, что я один раз помню, что мне не досталось класса, вот что. На этом настолько все занимались там, все подряд, и пианисты, и струнники, и покалисты. Даже был случай, когда, не попав в тот класс в шесть утра, мы, вот, ребята там, несколько нас, мы пошли пешком на Темирязево, да, вот, в эту детскую музыкальную школу. Мы пошли туда заниматься в надежде, что там будет класс позаниматься. Вот, так что были такие времена. Они очень интересные, они, можно сказать, бурные. И учеба для меня очень быстро пролетела в таком бешеном ритме, в казнаме. Безусловно, казнам, но сейчас казнуи, мне дал очень многое в профессиональном плане. Я помню, как я впитывал себя, как губка, каждые уроки, каждое посещение концертов. Даже несмотря, мы, например, были там за рубежом, где-то, если удавалось сходить на концерты выдающихся музыкантов, то это, конечно, тоже откладывает такой отпечаток на тебя, впечатление оставляет, и даже часто неизгладимое, которое все равно помогает тебе. Поэтому вся вот эта атмосфера педагоги, которые занимались с нами, я считаю, что мне повезло, что вот именно на тот момент, в той атмосфере я учился. Вот. Непосредственно, когда я уже заканчивал казнам, я уже поступил в Южно-Методистский университет города Даллас к профессору Эдуарду Михайловичу Шмидеру, который является одним из ведущих профессоров в Соединенных Штатах Америки, является членом многочисленных международных конкурсов. Я также считаю, что мне повезло учиться у него. Он очень много дал мне и как музыкант, и как профессионал. В целом я вот хочу сказать, что мне очень повезло с педагогами. Не всем везет так с педагогами, не только в Казахстане, я вообще имею в виду в целом, в целом в мире. Поэтому я благодарю Всевышнего так, что сложилось, что мне повезло с учителями, с педагогами, с моими наставниками, пусть даже не в музыке, которые оказали на меня влияние большое. Ну непосредственно уже мой американский период, когда он начался, я поступил на артист сертификат. Такая программа есть в университетах. Иногда она называется артист диплома. Она равносильна, наверное, нашей аспирантуре на тот момент. Потом я уже непосредственно отучился на магистра, это такой Мастерсов Мюзик называется. Вот. Конечно, те годы тоже были очень насыщенными. Потому что, во-первых, материал, над которым надо было работать, порой даже, которые перевернули мое вообще мировоззрение, как музыканта. Поэтому это должно было бы, должно сопровождаться репетициями, работой над собой, самосовершенственным. Я хотел бы особо отметить то, что на тот момент концерты, которые мне приходилось посещать, тоже оставили огромное такое впечатление, значение. Произвели огромное впечатление на меня, как на музыканта. Потому что, например, раньше я смотрел по телевизору этих выдающихся музыкантов, а теперь можно... На тот момент я смотрел их, так сказать, слушал вживую. Но потом, спустя годы, когда я уже получил, так сказать, работу, и я уже непосредственно мог с ними общаться, понимаете, такая сложилась цепочка. Сначала телевизор, там интернет, потом живой концерт, а потом уже непосредственно мне довелось общаться с ними и разговаривать. Это такое замечательное ощущение. Дорогие студенты, я желаю вам успехов, я желаю вам неиссякаемой энергии, потому что весь учебный процесс — это такая тонкая цепочка, которую очень легко разорвать, но очень сложно соединить потом. А педагогам — терпение. Еще раз благодарю профессорско-преподавательский состав с огромным уважением и благодарностью. Хотелось бы высказать свои пожелания. Субтитры создавал DimaTorzok